Итак, ЧИТ-900. На самом деле есть несколько техник ЧИТ-900. Все они отличаются исключительно заходом на движение, то есть началом движения. Окончание движения, само удар, в принципе, у всех одинаково, это обычный торнадо, то есть вот такое движение. Прежде чем начать ЧИТ-900, мы будем изучать его в две стадии. Это выучим начало движения и окончание. То есть вам нужно научиться торнадо-кик, но попробуйте его учить не с такого положения, а с вот такого, то есть вам нужно будет прокрутиться полностью, сделать один оборот в воздухе и потом уже сделать торнадо. то есть, получается, вы стоите и вы делаете такое движение. Еще раз. То есть вот вы стоите, на задней ноге переднюю ногу выкручиваете и делаете удар. ТО есть без подшага, ни рута, а сразу одним движением, на задней ноге вокруг себя прокручиваете. ЧИТ-900 начинает по-разному, вы должны выбрать свою подходящую технику, то есть попробовать все и выбрать свой заход. Он должен давать вам хорошую высоту и хорошее кручение. При этом вы должны падать в конце. Итак, основные заходы. Первый, самый неправильный заход, это когда вы делаете подшаг и выкидываете ногу вот сюда. Вторая техника, я называю ее ВРАП, ВРАПЧИТ-900. Почему? Потому что вы начинаете движение вот так. То есть вот таким движением. Вот. Это долеть. То есть вот. Вот. Такой вылет получается. Для этого вы должны присесть на передней ноге и сделать такое движение. Второе. incent по работу. Потом нее осуществлены. Здесь есть 2,5 من кинетрия. Тomo вообще. Давайте посмотрим на передней ноге. Поехали. Поехали с хорошим分享ением. вы решили убегать кино. сейчас с одной стороны кин merde-канью – Ну видите, глянки и вот эти человек. Хweh segundo гипп 드. М cookies. И моя основная техника это через ЧИТ 720 Для этого нужно научиться хорошо ЧИТ 720 Учим как, берем за шаг, выкидываем ног вперед Обязательно вперед Вам нужно сделать так ЧИТ 900 В самой верхней точке начинать крутиться То есть ни в коем случае не вот так Нет, сначала нужно вылететь вверх То есть вверх и там вверх и мы уже крутимся Вы должны почувствовать этот момент инерции Если вы его не почувствуете, у вас не получится ЧИТ 900 Для этого нужно сделать вот это длительное упражнение Просто вылетаем с прямой ноги И потом делаем обороты в воздухе Один, если получится два, то конечно очень супер То есть получается такое движение После того как уже четко делаете один оборот в воздухе Вам нужно его еще больше ускорить Так можно ускорить Есть два варианта Или выпрямлять тело То есть для этого выкидываем ровную ногу И прижимаем ее к себе Эту ногу держим прямую И выпрямляемся Или же полностью группироваться Я предпочитаю группироваться полностью То есть я для этого немножко подкручиваю второй ногой Такое движение делаю То есть вот Оп И кручусь То есть это вылетаю первой Прямо И с самой верхней точки я делаю Оп Как бы группировку Здесь выстреливаю То есть слаживаюсь И стреливаю Похоже немножко на фултвист Вернее на карт фултв То есть Вы сначала вы вылетаете ровненько Потом слаживаетесь Подкручиваете немного сюда И разлаживаетесь Руки Как идут руки Они должны идти вот через верх И очень важно закрутить себя плечами То есть если вы будете вот так закручивать То неправильно То есть руками вы выносите А потом крутите себя плечами и лопатками Причем одна рука Первая Идет вот так А вторая идет через верх Получается вот такое движение Ни в коем случае не делайте вот так Потому что вы потеряете Вы может даже докрутите Все правильно Даже может и перекрутите Но вы потеряете ориентацию В воздухе То есть вот вы вылетаете И у вас начнутся непонятки Поэтому должны На него Сразу посмотреть сюда Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok